Субтитры создавал DimaTorzok Мы тренировались в Пиренеях Прошли по части транспиренейского маршрута DR-11 Про это я в основном буду рассказывать Но сначала хотела бы рассказать вообще о тропах мира Которые существуют в таких длинных пешеходных тропах мира Потому что просто тропы существуют очень много в любой стране И у нас в том числе, но они короткие, кольцевые А вот есть такие маршруты, которые пересекают по генеральной прямой линии Большие расстояния Вот одна из самых длинных пешеходных тропах мира Это Тихоокеанская тропа Она простирается от границы Соединенных Штатов Америки и Мексики Тянется вот от штатных переходов по Сиере-Неваде Потом по хребту Кокдюер-Коскады-Горами И заканчивается на границе с Канадой В штате провинции Британская колония Длина тропы 2650 миль или 4230 км То есть это очень длинная тропа Канадой проходит от 500 до 1000 туристов в год, примерно И они тратят от 3 до 6 месяцев на вот это путешествие Недавно вышел фильм, который называется «Дикое опасное путешествие» Вернее, сначала вышла книга писательница Шерри Стрейд «Дикое опасное путешествие» Как способ обвести себя, где главная героиня Отначально решила отправиться в путешествие По этой тропе Тихоокеанской Чтобы скинуть в себя все проблемы И что из этого получился После вот этого фильма тропа стала особенно популярной На ней очень, на этой тропе очень разнообразные пейзажи Но главное, что здесь климат все-таки Среднеземноморские и летом Здесь, как правило, на этой тропе достаточно сухо То есть мало бывает дождей А вот на юге, где она начинается на границе с Мексикой Там еще достаточно засушивая местность Пустыня И поэтому этот маршрут, значит, он проходится с юбы на север И стараются начинать его весной Ну, где-то не позже, чем в мае Ну, даже в апреле-май Чтобы успеть попасть, значит, в очень большую жару Начиная от пустыни мексиканских И в Север-Неваде Там, это самая расходованная часть маршрута Сейчас я карту поточню Там До середины июля может быть снег Вот это начальная часть маршрута Там еще такая пустыня И здесь вот это Север-Невада И дальше Гребет Уже более Ну, не такой высокий, как Север-Невада С отдельными стоящими Как описано С отдельно стоящими Луканическими Дельными вершинами Вот И вот в этой Север-Неваде Могут встречаться Снежные участки Достаточно протяженные То есть Маршрут такой, что На каких-то куска Обычное снаряжение нужно А где-то нужны даже бочки Или дорогу И еще там На некоторых участках Нужны бочки Для того, чтобы прятать туда еду От медведей То есть специально Они подаются на маршруте Ну, не знаю, как на этом Мы просто ходили по По другому маршруту В принципе, кардельеры Они широкие В Америке Разделяется церковь кардельеров На несколько Самая западная Это Север-Невада А В проекте Там скалистых любит И вот мы когда там ходили Ну, тоже у нас там были Соревнования В Америке И нам выдавали Вот такие огромные Вот нам на пятерых Выдали Вот такие два бочонка То есть Обычно Идешь у тебя рюкзак Там, я не знаю Можно брать Такое путешествие Рюкзак легкоходный ходит Обычно Ну, там 28-40 литров Можно брать Большой рюкзак Потому что, в принципе По всему маршруту Там через два Максимум семь дней Там можно Выходить На, наверное, места Где Можно пополнить Запас продовольствия Либо там есть почтовые пункты Куда ты можешь сам себе Опять посылать Посылки В маршруту Вот И любые твои родственники Как тебя присылают И на какие-то части маршрута Ты можешь себе присылать Кошки Или дорогу Тот же Вот Потом Оправить Вот этим Этот маршрут Хороший Тем, что На этом маршруте Можно Максимально Обучать снаряжение Потому что Туда подходят Дороги Есть участки Где Есть места Где можно Походить Продовольствия Прямо на маршруте Еще там Есть по этому маршруту Волонтеры Которые Ангелы Тропы По-моему Называют Которые Могут Прятать Запас Ну Делать запас В пресной воды В тех местах Где ее нет Но Чтобы Немножко Вы представили Какие там Пейзажи Вот Там Встречаются Вот такие Например Секугори По пути Огромные Вот Такой Заснеженный Пейзаж Могут Слезить То есть Там Высшая Точка Горовые 4 421 км Со Гора Сберки Вады В принципе Она В стороне От маршрута Но туда Можно подняться Ну Вся тропа Размечена Это Практика Любых Троп Конечно Вот Видите С какими Небольшими Русская Русская Восьмь Восьмь Десяти Кг Считается Тяжелым Пишут Так По Чем Вот Такие Красивые Места Ну То есть Да Пейзажи Достаточно Разнообразные И рекорд Прохождения Этого Маршрута Рекорд Прохождения Этого Маршрута 53 Дня 6 Часов И 37 Минут Вот Это Получается Что Человек Значит Нанежил Джоя Мак Ванахи И Седла Это Получается Что Он Шел Со Средней Скоростью 75 Трэй 80 Км Дим Это В общем Не Славная Откуда Но В принципе Там Перепады На Пути Ну Если Сравни Странспириминский Маршрут Есть Поменьше Ну То есть Временами Конечно Есть Северная Эвадя А так Я так понимаю Чуть Поненьше Меньше Меньше Тысяча Набора Среднего Еще Значит В Южной Америке Есть Апалачская Тропа Она Более Полуга По Своему Рельефу Потому что Она Старейшая По ней Проходит 3 Миллиона Человек Людей В год Очень популярный Маршрут Он Ну Как бы Недалеко Вроде как От Нью-Йорка Ну То есть От Более Населенной Части Соединенных Штатов Вот Но он В отличие От Вот этой Тихоокеанской Тропы Он Более Дикий Что Из-за Того Что Туда Не Подходят Дороги То есть Для того Чтобы Пополнить Продовольствие Люди Должны Там 25-30 Км Либо Подъехать Автосторон До Какого-то Там Населенного Пешком Пройти От Планица От Маршрута И Как Пишут Рюкзаки У них Там Маршруты Там 15-20 Кг Могут Весить Это Вполне Норма Вот Но Благодаря Тому Что Он Не Такой Трудный Ну Более Как На Востоке Более Населенная Часть Америки Более Популярен Высшая Точка Там Всего 2000 С Небольшим А Минимальная Ну Там Залез Там Что-то Пересекается Чуть-чуть Прям Меньшая Точка Вот Еще В Америке Есть Такой Маршрут Который Пересекает Так Интересные Природные Объекты Как Гран-Каньон Куларадо Называется Тропа Хей-Дьюк Проходит По штатам Юта Аризона Пересекает Колорадо Каньон Райс Каньон Гран-Каньон Зайон Капитол Риф Парки Каньон Лэнс Короче Более Национальный Парк И Очень Интересная Пустынная Герозинная Ландшафт Сейчас Я покажу Несколько Фотографий Ну Вот такие Интересные Пейзажи Но Эта тропа В отличие От Павлачской И Тихоокеанской Она Неразмечена То есть И Она Более Дикой То есть По ней Она Не очень Так Рокулярна Более Трудно Проходима По ней Не такой Поток Туристов Пользуется Рокулярностью Дальше Значит Есть Национальная Тропа В Канаде Она Проходит Начинается От Ниагарского Водопада И Простирается Примерно На Длина 894 Километра Это Тропа Грус Трейл Старейшая И самая Туристическая Такая Самая Популярная У туристов Танаде Ее Рекомендует проходить осенью Сентября Октября Где-то Потому что там очень красивые краски Осенью Вот это Так называемый Уступ Ниагарский Уступ И вдоль него Идет эта тропа То есть там открывается Дальше Значит Имеется еще Дневных троп Зраильская тропа Она проходит По пустыням Протяженность Ее 900 тысяч Километров Примерно Тропа Ну так как идет У пустыни Соответственно Там Нужно С собой Брать Достаточно Емкости Для воды Бывает Ну там Бывает Расход 6-10 Не знаю Там есть Но Около 6-ти литров В день Бывает Что Есть Расход Вот наш Один из Ракейнеров Наших Александр Саветов Ходил по этому маршруту Нашу Соотечественную Значит И вот он как Писал Значит Вообще Этот маршрут По тропе Израильской Разбит На 52 этапа Соответственно 52 дневные Переходы То есть Тысяча километров Будет проходить За Все Два Дня Но Решил Ускориться И пройти Этот маршрут Со скоростью Великоходов Который Ставил Перед собой Обычную Задачу Проходить 40 км В день То есть Пройти Соответственно Маршрут За 25 дней Прочитал Каком-то Отчете Что Какой-то Там Солдат Демобилизованный Демобилизованный Израильский Солдат Прошел Этот маршрут За 44 Дни А не Очень торопился И вот он Тоже Начал Пройти Погода На протяжении Маршрута Стояла От 18 До 42 Градусов Днем В тени И 8 26 Градусов Ночью Днем 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 Идти Было Невозможно То есть Что Там Проможен Или Вечер Были Иногда Бури Он рассказывал Плесчану Ну то есть Трудно Идти Дышать В результате В результате Он прошел За 32 Дня Причем Ну вот два дня У него была Обновка На Мертвом море Вот тоже одна из длиннейших трех миров Вот Что Есть В Европе Ну я посмотрела Там очень много Конечно Таких маршрутов Как в кольцевых Очень много В принципе Километража Труб Если Так Интересно Кратенько Могу сказать Например В Австрии 44 тысячи Километров Пешеходных Труб В Бильгии Значит 5 тысяч километров Болгария 35 тысяч километров Великобритания 225 тысяч километров Венгрия 11 тысяч километров Германия 200 тысяч километров Это вот Моркированных Пешеходных Труб Голландия 36 тысяч километров Греция Проморкированы Только 7 национальных Труб И пересекающие страну 2 трансевропейские Пешеходные тропы Герландия 32 пешеходных Труб Значит Испания, ну Испанию отдельно рассмотрит, и нет. Нарвегия 20 000 километров, Польша 65 000 километров, Франция 178 000 километров, Чехия 37 000 километров, Швейцария 60 000 километров, Швеция 1 000 километр. Но вот в Швеции я нашла длинный маршрут, такой транс, который не кольцевой, а именно который пересекающий протяженный участок страны. Это маршрут королевской тропы Улксленд в Швеции. Этот маршрут протяженностью 440 километров, и он хорош тем, что зимой он превращается в лыжную трассу, и весь маршрут он не пройдет на лыжи, 440 километров. В общем, очень здорово. Вот у нас проходит гонка в Аслопе в Финляндии, да? Какой-то из скандинавских стран есть гонка в Аслопе. Это 100 километров. И вот от границы до границы лыжники. А тут вот целых 440 километров лыжни. можно гуляться. А еще интересная, конечно, очень интересная, это Ликийская тропа в Турции, потому что она очень красивая, липлодоступная, можно ходить там с детьми, идет вдоль побережья. Сейчас покажу. И на ее протяжении встречается много развалин, ну, считается древнимом Ликийского царства. Но тем не менее, в общем, ее... Покажу несколько фотографий, интересные руины встречаются. Вот эта Ликийская тропа, она идет от Анталии. Ну, то есть, в принципе, очень легко доступно туда. В Анталии прилететь несложно. Сейчас мы спросим, что это не враги. И вот она идет вдоль побережья. На самом деле, этот маршрут нарисован примерно, как я смотрю, потому что вот мы шли от Кемера, Тимю, Кемер, Текерово. Тропа идет вдоль побережья. То есть, вот ты идешь и видишь море, и можешь спускаться бухтом совершенно диким, купаться. Но я в Априко ходила. Потрясающе, мне очень понравилось. В общем, вот такой маршрут. Протяженность порядка 50 по 500, это 150 километров. И вполне легко доступна. Вот. Что у нас в стране существует из того? Все говорят, ну что же, как же так? И вот, кстати, Александр Советов, человек, который он ходил по многим тропам мира, в том числе по израильской тропе, он захотел, чтобы у нас в стране тоже был какой-нибудь транс такой длинный маршрут. И инициативная группа вот этого Александра Советова, еще там его друзей, они решили сделать крымскую травму. и составили вот такую карту. Проложили тропу по самым интересным точкам Крымского полуострова, от Керчи до, ну практически до природы, в Севастополе до Бла-Блау. И маршрут протяженность 500 километров. Вот Александр Советов прошел этот маршрут весной прошлого года. в принципе за месяц, в мае, то есть маршрут, конечно, не размечен. Здесь вот он идет по степи на Керчевском полуострове, а горной части Крымского полуострова. Там в принципе существует много троп пешеходных разных. Он просто как бы объединил их в наиболее такой трек, который соединяет эти самые интересные, ну самые зрелищные, интересные точки. То есть, конечно же, использовалась уже сеть тропина, которая была. А сейчас вокруг Севастополя сделали еще севастопольскую тропу. Но она вот так вот идет, начинается от Севастополя, приходит на юг на Ялтинскую Ялту и вдоль Ялтинской Ялты. Идет также вот здесь вот в последней части маршрут. Крымская тропа совпадает с большой севастопольской тропой. Она сейчас практически уже доделана, размечена. Вот мы ходили осенью. Туда столбики стоят. Они везде, правда, они подписаны, но практически полностью маршрут промокированы. Вот это что есть у нас. Почему у нас вообще не существует таких троп? Ну, если вы читали книгу Паршина «Почему Россия не Америка?», где объясняется вообще наше климатическое положение по сравнению с Америкой, то сразу все становится ясно. Наша страна, она лежит выше 50-й параллели. А вся Америка лежит южнее 50-й параллели. Там просто другой климат. Там все гораздо проще. Дороги, инфраструктуру все это провожить гораздо проще. А у нас ниже 50-й параллели. Вот лежит Крым, Кавказ и на Дальнем Востоке. У нас там часть Приморья и Востока. Все. Вот даже уже Саян и Алтай, они как бы на этой границе, они выше. В Балькал выше. Поэтому у нас, конечно, у нас простор, конечно, замечательный, но наша страна и тема хороша, что у нас можно устраивать более гикие маршруты без тропов. Там где-то сведолетные, Заворогские, но у нас поэтому по-другому. Ну, на Кавказе, конечно, у нас тоже много троп есть. И если их соединить, то, в принципе, может получиться и транс-кавказский маршрут. Но если сравнивать высоты Кавказский и Пиренейский, например, и протяженность, например, транспиренейский маршрут, он вообще все Пиренеи, если вот в линейке сейчас вот так, от Среднеземного моря до Плотического океана, вот эта вот протяженность напрямую будет 450 километров. А протяженность Кавказского хребта, главную, если посмотреть от Черного моря до Каспийского, будет 750 километров, то есть уже длиннее и гораздо. Здесь наибольшая точка Пиканета – 3404 метра. Ну, а Альбрус, сами знаете, сколько пунктов – 5642. То есть горы у нас покруче, у нас еще границы с Грузией проходят, то есть там еще всякие политические неурядицы, поэтому у нас проложить такой маршрут, конечно, сложнее. Но у нас часть маршрута, конечно, например, от Красной Поляны можно пройти до Архейза, потом дальше до Тиберды, до Эльбруси, до Казбека, в принципе, пройти можно. Ну, там будет гораздо круче, чем более крутые перевалы будут встречаться, чем, например, на Транспирнийский маршрут. Вот мы подошли с вами, наконец, к теме сегодняшнего странного роста. Транспирнийский маршрут. На самом деле существует... Ну, если Транспирнийский маршрут, смотрите, то их существует три. Есть маршрут, сокращенный ХАЙ, ну да, ХАЙДИЕР, это ХАЙКХП, то есть это маршрут, который переводится как «тропа по хребту через Пирене». Этот маршрут проходит по... Иногда он поднимается на основной хребет перенеск и переходит то на территорию Франции, то на территорию Испании. То есть он идет по самым крутым реклам, есть на его пути высокие перевалы. То есть вот этот маршрут самый интересный с точки зрения спортивной, если смотреть, который пересекает, проходит через все пиренеи. А есть еще два маршрута GR11, которые проходят на территории Испании. То есть вот этот маршрут Транспирнийский, он фактически идет по границе Испании и Франции. А маршрут GR11 проложен южнее, но местами пересекаются с этим маршрутом. А маршрут GR10, соответственно, проходит по территории Франции. То есть эти маршруты, они пересекают подруги основного хребта, часто спускаются в долины, куда, в принципе, можно подъехать, где можно пополнить удовольствие. И особо высоко эти маршруты не проходят. Хотя есть, конечно, от них отвилки, можно делать радиальные выходы на какие-то горы, пожалуйста. Длина этого маршрута около 800 километров. Значит, хороший отчет, если вы хотите путешествовать по этому маршруту, есть на сайте Веркоходов наши ребята, которые стараются ставить минимальным весом рюкзака. Есть такой сайт Веркоходовский. И там есть рик, по-моему, у себя. Такой парень прошел этот маршрут и оставил хороший отчет, в котором можно найти и карты, и трек. То есть все можно найти и, руководствуясь этим отчетом, пройти маршрут. В принципе, этот маршрут ходится с Атлантического океана до Средиземного города. То есть, когда его делали, его основное направление прохождения подразумевается с запада на восток. И есть хорошее описание этого маршрута. Путеводитель, которого тоже рекомендуют пользоваться, если вы собираетесь по этому транспиленейскому маршруту, путеводитель Тома Джорстина. И вот он в этом путеводителе просто описывает, там даже идет не через километраж, а просто по времени ходовых переходов считается. И на этот маршрут по путеводителям Тома Джорстина потрачено 307 часов и почти 308 часов. На этот маршрут затрачивается. То есть в среднем получается 2,6 км в час, если идти среднюю скорость движения. И, конечно, не сутки этих, понятно. Это примерно 15-20 км в день. И проходит этот маршрут в среднем за 40-50 коней. 40-50 коней. А вот этот автор сайта рекомендует Рик, который я предлагаю смотреть, если вы хотите туда идти, прошел этот маршрут за 31 день. То есть у него была скорость примерно 26 км в день. Причем он, как потом написал в отчете, если поставить цель, в принципе, можно проходить больше 30 км. и сократить время прохождения этого маршрута. Ну вот. А мы, соответственно, с моей подругой Ниной, с которой моя напарница по команде, она взяла свою точку путешествия. Для того, как мы приняли участие в соревнованиях, мы прошли по части вот этого маршрута. Ну, не РАЖ, РФП, а для родинцев. Еще с нами было... Ну, еще были два человека, которые тоже собирались принимать участие в чемпионате Европы. Сейчас я вам покажу, где проходил конкретно наш маршрут. Ну, а мы прошли... Ну, вот... Так, мы все равно пункт Альбинаске до Торвы. Вот, если посмотреть напереднее, то самая, как бы, воздушная часть, ну, в самом центре, можно сказать, находится... Вот, вот центральная часть линеев. Здесь самый высокий пик Анета, находится 3404 метра. А мы начинали из национального парка Пусец, до окрестности пика Пусец, 3369 метров. И пришли в национальный парк Мотепердида и еще там... Ордеса Мотепердида, вот, так называется, здесь национальный парк. Здесь очень интересный маршрут кольцевой. И, ну, вот, можно зайти на одну из высочайших точек. Это гора Мотепердида, 3255 метров. То есть, в принципе, вот это расстояние, что мы прошли, это около 100 километров, не так много. То есть, около 1-8 часть маршрута. Но здесь можно было накрутить еще всяких радиалок, что я сделала. То есть, у меня получилось вообще 130 километров. Набор составил... Ну, прошли где-то за 6,5 дней. Набор у нас составил от 6 до 10 тысяч метров. За 6 дней. То есть, в принципе, если идти просто по маршруту, то получается, ну, порядка тысячи километров набора высоты. Так, средний, плюс-минус. Это вполне непроходимо. Надружка вполне нормальная. И там настолько хорошая тропа, что идти очень легко. Ну, если смотреть на такую картину, видно, что вот этот парк Монтепертида, здесь парк Ассетс. Есть долины, по которым проложены дороги. Ну, то есть, когда идешь по маршруту, то пересекаешь то хребет, то долину, где есть подъезд. В принципе, можно отдельно подъехать сначала в парк Монтепертида, посетить его, потом отдельно подъехать в парк Монтепертида, потому что, на самом деле, вот переходы мне не очень понравились. То есть, части маршрута некоторые очень красивые и интересные, а некоторые, ну, как я его называю, там, прогонные участки. Идешь по дороге, местами асфальтовой, местами грунтовой, и, ну, ничего такого особенного не наблюдаешь. Ну, то есть, получаешь удовольствие от движения. Начали мы наш маршрут от Бенаске. Прямо от... Ну, автобус не доезжает до... Ну, приехали мы на автобусе. Просто на рейсовом автобусе из... Ну, там не рейсовый, как заказывали, в принципе, из Барселоны мы приехали на автобусе. На автобусе из пересадки. Ну, короче говоря, сюда можно добраться даже на таком общественном транспорте. И пошли на начало маршрута. В принципе, вот здесь по долинам рек идется основной маршрут. Просто вдоль реки, дальше перевал, и продолжается маршрут. Значит, маршрут у нас тут в Бенаске. Рефуга Эстас. Рефуга Бьяц. В начале. Сейчас я буду показывать фотографию, пусть перестанет. Значит, по пути маршрута... Ну, вот видите, дорога достаточно... Здесь и машины проезжают, на самом деле. Такая грунтовка хорошая. И по пути встречаются такие строения, домики, которые называются там рефуги. Вот. Такие рефуги есть, ну, более обустроенные, есть менее обустроенные. Есть те, в которых можно переночевать. Ну, там надо заранее бронировать даже места в сезон. А, в принципе, пишут в отчетах, что осенью, ну, то есть не сезон, можно в каких-то рефугах даже ночевать бесплатно, потому что там мало народу. А есть вот такие простые небольшие рефуги, как бы, где просто каменные стены, внутри есть очаг, можно развести костер и где-то нары такие деревянные хорошие. Вот здесь мы, например, пережидали дождь. Да, что интересно, в августе у нас первая половина дня была, как правило, ясная, а в второй половине дня часто убегали кулака, и шел линин такой где-то час, потом опять все будет хорошо. И вот пока шел линин, такой рефуги можно переждать. Вот. На следующий день я поняла, что наша команда идет слишком медленно, и решила, пока они идут один перевал, пройти три перевала. То есть там, в принципе, можно закладывать для себя какие-то радиалки, там очень много троп маркированных, помимо основной тропы. Вот, например, вот основная дорога, основная тропа, тропа GR-11, она идет по, ну вот, по долине, приходит по рефугу. Эстас дальше идет в рефугу Ядас, а я решила пройти, ну, прямо там, на месте, и узнала, что есть такой маршрут. То есть я заранее ничего там не смотрела, а здесь есть еще GR-11-2. И вот он идет вот таким путем окольным, ну, и дальше он закругляется и приходит к той рефуге, к которой можно прийти напрямую. И он проходит через очень красивые озера по Тисиеллу. И просто вот я здесь на развинке, около рефуге Суида, указатель на этот озер, пошла просто туда. В результате я прошла вот сзади, там, 30 километров, пока они проходили 10, по крайней мере. И увидела гораздо больше. То есть, в принципе, там есть, как бы, для импровизации все, все условия нужно по пути делать радиалки, какие-то цели выходить, по пути обычного маршрута. И вот я пошла на эти озера по Тисиеллу. Такие там пейзажи, достаточно хорошие тропа. Встречается тоже сухой лес. Промаркированно пропал. На полике, ну, в принципе, все хорошо. Границы леса там примерно на высоте 2200. Такие пахучие сосны. Ну, аромат очень приятный идти. А выше уже более редкие становятся. Такие красивые пейзажи. Это одно из озер Тисиелла по пути. Такие известняки. Известняковый рельеф. Это не только известняки. В общем, засадочные породы. Такие достаточно светлые породы. Если вот сравнить с нашими местами, то подобные виды можно увидеть у нас на плату Лаганаки. В Кавказе. А тоже есть при Украине Каста. И Каста, и известняковый рельеф. Очень мало снега в августе остается. Конечно, снег украшает маршрут Акказа. И для них он показался очень красивым. С этим пугом со всеми этими. Ну да, вот, да, жар. Вот такие красивые. И интересная герозия этих вот лесников. Осадочных этих пород. Так они расчерчены. Удивительно. Такая штука. Можно подумать, что здесь что-то такое поработало внеземное. Но это вот такая орудия просто. Мне повезло. Когда улочная, то красивее еще ты видишь, чем тогда. Просто ярко светит солнце. Опять курик. В одном месте тропа немножко терялась. И вот так вот по этим камням лезешь, не понимаешь, где тропа лежит. Но потом, когда вылезаешь, где какие-то более зеленые полянки, то там тропа начинает считаться. То есть, да, вот тропу вот здесь, на маршруте ЖР-11 там все размещено. А вот ЖР-11-2 вот этот день был немножко кристально невинным. Ну, в принципе, оно находилось. Вот такое красивое озеро. Это у меня вот там первый перевал. Далья Плана. С этого перевала, в принципе, можно совершить восхождение на гор. Но я тогда не знала об этом, не спешила. А, в принципе, вот с этого вот перевала. Видно, да? И с него вот на ту першинку можно подняться. Обзорная точка. Это вот проработала ледник. Видно, как складило рельеф. Такие прям ворони в доме образовались. Видите, с перевала дальше куда надо идти. И там следующий перевал виден прийти. А чуть ниже, видно, там стоит в доме, да, это рефуга Англоса. В принципе, обычно люди ходят вот именно переход рефуга С с рефуга Англоса. Ну, будут пройти... Ну, как бы подготовленным людям вполне можно проходить два перехода, которые предназначаются для обычной, ну, не сильно. А это какая-то совсем маленькая, как пастушеская рефуга, не знаю. Здесь тоже можно, в принципе, за листами переждать эту погоду. Я в рефуганге Англоса не спускалась, она там ниже, в лесовой зоне. У меня пошла дальше. Следующий перевал истин. Здесь все эти. Красивые. Ручейки, да, воды на маршруте. Там уже, по-моему, хватало, вот, по крайней мере, вот в этом национальном парке, в окрестностях. Горы Пассетси. Пит Пассетси. Туда тоже можно совершить восхождение, но я даже не знала, да и... Не было времени на лишнее обманение маршрута. Чабрец можно добавить после погоды. Вот такие интересные камешки в породе. Как-то высверливаем дырочки. Красивые, да, камешки. Ну, перевал... Подъемы перевала есть, это очень сложно. Тут я, мне кажется, не больше 25 градусов. Уже вполне колоссия небольшая. То есть все эти перевалы, они такие детские. Ходятся просто. Я шла в асфальтовых кроссовках. Весь маршрут прошла. Ну, где мне наникала сложности. И на Красиве. Это вот под перевалом Ристик. Это был озер. Ну, что-то мало. Да. И в Кистаре тоже на перевалах. Все-все как полагается. Как и у нас на Казе. Интересные камни с такими покреплениями. Красивые. Такие достаточно... Местами бывают крутые. Крутой спуск. Крутой спуск. И долину. Но... Кропа проложена грамотно. Никаких сложностей. По спуску не возникает. Такие парольные сплатьщики интересные. Ну, вот эти перевалы непорядка. Их было... Весим срок, может быть. Или, может быть, и меньше все-таки. И вот уже совсем недалеко до лесной зоны. Все-таки снежники ручей. Снизу град проделан. Вот на тропе такие указатели стоят на всех разбитах. В общем-то, не заблудуешься. И, как я говорила... А вот перевал 2800 метров. Перевал 200, 2800 метров высоты. И все расстояния, они не в километрах показываются. А во времени. То есть, вот... Один час тридцать минут. Причем, это... Очень достаточно четкая... Вот эта вот... Градация расстояний. То есть, реально вот примерно за столько и проходишь. Ну, если ты там ускоришься, немножко быстрее. Но это не... Как мы ходили в Новой Зеландии, там, по маршруту. Там обычно ставят время на... Ну, среднестатистического, там, как говорится, японского. Японского туристы. Обычно время всегда занижено. Ну, то есть, завышено обычно. Иногда ему и надо даже делить. Но здесь так делать нельзя. Здесь достаточно четко вот эти временные расстояния определили. То есть, нельзя думать, что в два раза быстрее пройдешь. Ну, вот я замкнула колечко. Уже в темноте возвращалась практически. Ну, достаточно, да. 30 километров все-таки... Достаточно напряженно. Я прошла где-то 12 часов. Ну, вот эта рефуга эстас, это вот такая платная рефуга. То есть, здесь вот заранее, чтобы остановиться, нужно бронировать номер. В принципе, там, если прийти вечером, то там готовят еду. Можно что-то перекусить. Но у меня все свое было вообще. Я не пользовалась услугами еды. И в рефугах еще можно карты достать, в принципе. на маршруте. Ну, уже как бы на часть маршрута. А так, значит, останавливаться в палатке можно, ну, как мы рассказали, где-то, ну, в 20 минутах хода до рефуги или сзади. Ну, и, конечно, надо отойти от тропы, чтобы тебя... Ну, я, на самом деле, как-то шла по тропе и даже прям споткнулась. Чуть-то не споткнулась от палатки, но это было уже в темноте. То есть, если нет выхода, достать где хочется. В темноте никто тебе ничего не скажет. Ну, а вы рано утром просто выходили и все. А так вот рекомендуется в 20 минутах ходьбы от рефуги вставать. Ну, то есть, ну, тогда можно. Даже национальный фактор. То есть, по-моему, нормально. Вот такие виды этой долине. Ну, вот характерная тропа. Здесь вот она уже действительно узкая тропинка. Приятно идти на дорогу. На речке. А это вот на перевале. Это минус перевала. Ну, какая хорошая тропа. Это путь на Калифуге. Это очень популярный маршрут. В принципе, там много народу встречало. И вот такой маршрут выходного дня. То есть, вот за двойной люди приезжают, вот так и проходит. Очень много там местных ходит. И французов, и испанцев. Ну, в основном испанцев. И с детьми. То есть, у них это... Очень популярные такие машины. Очень популярные в селе. И видимо. Дальше был такой длинный участок. Не очень интересный. Я там вообще ничего не снимала. То есть, вот когда вышла тропа из национального парка. Там стало менее интересно. И шла просто грунтовая дорога. По которой, в принципе, ездят машины. Ну, там по пути были места, где можно было зайти в кафе. Или даже магазинчик какой-то небольшой. То есть, ну, ты просто вошел в населенный. Вот. И этот участок тянулся, ну, наверное, километров. 15, может быть. Вот. А потом постепенно опять как-то втягиваешься в основную зону. Населенные участки. И... Вот. Следующая какая-то такая стоянка. И... Рефуга на этом маршруте. Это Рефуга Удисета. Здесь озеро одноименное. Удисета. Но мне не захотелось вставать около Рефуги. И я просто спустилась чуть пониже от этого большого озера. А чуть ниже у него было маленькое, совершенно безлюдное озерко. Да, кстати, вот на этом переходе было очень мало воды. И даже в каких моментах думала, что надо будет заходить в какой-то кафе, чтобы саму воду не набрать. Но потом встретилась вода. И вот здесь, вот около озера маленького, я совершенно спокойно поставила палатку. И одна была. Там никто... У кого там не было, никто там не подходил. То есть... Туристы, они как-то приезжают все-таки в Рефуги. В Рефуги останавливаются. А от одежды в сторону, они все совершенно безлюды. Наблюдая себе закаты, и восходы, и все красоты. Ну, как у нас на Кавказе, я бы сказала, в районе Архыза. Такие ассоциации с нашим Архызом почему-то вызывали. Вызывали окрестности вот этого маршрута. Правда, у нас в окрестностях Архыза как гораздо больше снега. Такое зеркало. Ну, он же более красиво. Ну, как в водопаде клюется по носу твой ручки в водопаде. В Айсене, под душ вставаем. То есть, да, в Европе совершенно безумные места. Дальше идет спуск долины Фарзана. Фарзан – такой небольшой городок путей. Очень красивые, типа, заходы с такой большой дорогой. Дорога, в принципе, здесь уже проезжая. Дальше опять был такой участок, что я не снимала. Потому что, ну, Фарзан – населенный пункт. Там, в принципе, стоял супермаркет прямо на обочине. Можно было зайти, купить продукты и газ. В общем, наши ребята это и сделали, а я не увидела их. Они были как раз в магазине, потом ресторан зашли. Я их тогда обогнала и обогнала. Думала, что они впереди, а оказалось, что они здания. Поэтому я дальше очень долго убежала, не встречая их. Ну, в общем, можно купить любые продукты. Единственное, что с газом, так как оно тут рядом, Франция, то здесь чаще используются горелки и баллоны кемпинг-газ. То есть там специальная особая резьба. То есть не во всех магазинах можно купить баллоны под наши обычные горелки. То есть там вот чаще используются баллоны кемпинг-газ. Но вот в этом магазине, кстати, были любые баллоны. А потом мы вот искали баллоны под нашу горелку, нашего стандартного. И вот в поклонник городе. И там не сразу нашли. В общем, могут возникнуть трудности. Надо иметь видно, что в Европе там чаще используются, ну, по крайней мере, на эту машину очень чаще. Чаще используются баллоны кемпинг-газ. Ну, это и глубокий, особый. А не без безбородий. А это вот переход к рефуге Пинета. Такие красивые. Високовые пейзажи. Короткие посуды. Прямо маршрута ЖР-11. Такая тропа идет по высокогорным лугам. Пусть и шутки. Очень крайне интересно. А на следующий день надо идти к рефуге Гореса и к окрестностям Мокс-Кердида. Пас, конечно, смотрится очень круто. Но там так грамотно проложена тропа, что... Здесь перепад больше тысячи метров, получается. Набор. Тысячи пятьсот, что-то там написали. Ну, в общем, тропа так хорошо идет, что никаких сложностей не возникает. Вот местами приходилось там карабраться. Приходилось карабраться. Через каменные глыбы. Ну, то есть так прям. Ну, свободная ваза, но она очень простая. То есть там любой ребенок тоже залезет. Хорошая тропа. Ну, тоже вот видно этот склон. Да. Вдоль... Вот по этому склону там где-то карнизик или где-то... Я даже так не могу показать, где проходит тропа, которая идет в перевал. Перевал называется Анискла. Вот такие виды вечерние. Да. Кстати, как-то идти дальше я не очень знала, но вот по ходу маршрута встречаются даже такие плакаты с картами. Можно перефотографировать просто и понять, что это такое. Потому что, например, вот в этой точке от перевала Анискла маршрут ЖР-11 разделялся. И можно было прийти в Рефугу-горе с двумя путями. Можно было пройти высокогорным путем. Ну, не высокогорным, а как бы хрыбку вверхами. А можно было спуститься в каньон и пройти каньоны. Вот я только там узнала. То есть я шла совершенно так, ничего не зная. Ну, общалась по пути с местами. Там татарапев, в принципе, идут люди. Вот. И познакомилась с двумя французами. Я просто искал своих и спрашивал, вот вы встречали русских. Они говорят, нет. Я спросил, как дальше идти, будет ли там впереди вода, потому что непонятно было. Вот в этой части маршрута, кстати, с водой долго везде ходошел. В подъеме к перевалу. Анискла. И мне эти французы дали карты, я их перефотографировал. Великолепно. У них нету, а друг друга. Более подробно. То есть, в принципе, можно к маршруту практически не готовиться. Там есть везде разметки. Везде можно спросить. Информацию по пути, в рефугах получить. То есть, все можно на месте. Вот это подъемный перевал Анискла. Я уже на следующий день пошла. Путь видит долину. В принципе, по этой долине тоже приезжают машины. Можно приехать на машине к рефуге Пиньетта и оттуда, от этой рефуге, люди просто, очень много людей ходят в идеальный выход на этот перевал Анискла. Когда я поднималась, со мной там много групп шло. Но они все доходили до верха и потом спускались. Потому что не очень хорошая погода была. Дальше почему-то практически никто не шел. Ну, облака вот нависли, и вверху не было видимости. То есть, перевал, он так периодически закрывался облаками. Вот он перевал, тут перевал. Ну, а я решила дальше идти на каньон Аберхазе. Но получилось, что я все прошла в тумане. Практически ничего не видела на маршруте. Там встречались участки, где навешаны цепи, провешанные прямо, пинчаны. Биуфера там называются. Ну, там, в принципе, ничего сложного не было. Но, когда влажно, просто более скользкие камни. И, в принципе, цепи помогают за ним. Просто держишься. Вот, я шла и просто в тумане идешь. Но обрыв там хороший, конечно. То есть, тропа иногда прямо рядом с обрывом идешь. Но она хорошая тропа, но понимаешь, что если ты там чуть левее ногу поставишь, лететь долго придется. Вот, и оттуда так иногда какие-то птицы. Да, опять в тумане. В общем, в тумане они тоже очень приятны. Но вот мои друзья, они шли на следующий день уже по солнцу. Ну, и совсем другие виды. Вот такие там каньоны. Виды. Светлые. Светлые. Вот. До ссадочной породы. Вот такой разлом камин. Это все вот путь к рефуге Гориса. А от рефуге Гориса. Церлая арка. А от рефуге Гориса уходит на вершину Монтепергита. По пути здесь водопады были. Но у меня была система не фотографирована. Но это очень красивый маршрут. То есть я бы рекомендовала пройти вот к рефуге Гориса, перевалить к рефуге Гориса и оттуда приниматься на Монтепергита. А потом спускаться уже другим путем в этом национальном парке. Вот. Эдвардесса всегда тоже красивый маршрут. Дальше. По каньонам, по водопадам. Там возвращались. Ну, это все вот перед и сверху. Там пасутся козы, овцы. Там овцы пасутся. Так как встретила целую оттару шлавных пастухов не видела. Настоящая. Ну, это все подходы к рефуге Гориса. Вот такие виды. А вот на эту вершинку, кстати, поднимается хорошая обзорная точка, вот эта вершина, которая видна. Это от рефуги Гориса туда идти, ну, наверно, ну, может, час. За час можно. Ну, в общем, 2 часа. Тракой хорошо видно. Ну, разные камешки интересные. Можно изучать биологию. Вот. В этот каньон можно спуститься и пройти. И залететь при фуге Горисе от перевала Анистана по другим путем. А, я там вверх шла. Там один момент, конечно, такой был. В тумане иду, смотрю, впереди просто вообще пропасти. А у меня же еще не видно, что там. И какая-то веревка вниз идет. Ну, все. Как я тут буду спускаться? И такая... Ну, столбик ставится размеркой. Прямо пойдешь, Гориса придешь. Лево пойдешь. Перевала вниз. И все. Больше. То есть либо вперед, либо назад. Чего сделать. Но я попробовала спуститься сначала без рюкзака. По тем веревкам, на которые... Ну, там цепи какие-то. Они прям привинчены. В стену. Ну, достаточно круто. Но небольшой участок, в принципе, вполне получилось пройти. Ну, просто страшно было, что непонятно, что дальше. Не видно, что впереди. А мне что-то еще эти французы, когда я с ними говорил. Ну, мы не очень же хорошо друг друга понимали. По-английски говорили. И я был, говорю. Ну, наверное, лучше. Они мне что-то показывают про кошки. Что-то говорят. Так не пройдешь. Я ему говорю, что на мотокердина собираюсь. И когда я вот к этому участку скальном выделила, вот эти веревки, битые, вкрученные в стену, подошла. Говорю, ну, вот. Наверное, они мне про этот участок говорили. Ну, вот. Почему здесь никто не ходит? Ну, потом прошла без рюкзака, и они должны проходить. Так что это вот единственный участок, единственный был такой момент на этой тропе, где какая-то нужна была физическая сила, что-либо, где вот со страховкой как-то есть. А так все остальное, весь остальной путь вполне проходил. Ничего сложного. Ну, наши потом прошли там вот. Дочка Нина, ей 16 лет, прошла тоже этот участок. Вот какие там камни, когда на них смотришь, понимаешь, как, почему возникла черепица. То есть, первоначально черепица – это вот такие плоские камнишки стерей. Интересные дырки в камнях. Как они высверливались? Ну, может быть, это скорее камешки. Вот, около водопада бывают длинные такие, прям дырки. В скале дырки такие. А внутри дырки еще бывает камешек лежит. То есть, когда большая вода, этот камешек сверлит, маленький камешек сверлит большой, работает как сверлон. Может быть, и здесь что-то подобное было. Но потом она, конечно, все поменяла конфигурацию и всякие подришки тоннические. Ну, в общем, да, здесь искренние, мне понравились с точки зрения возливания камней. Ну, вот это уже подход к Монте-Кардида. Я дошла до Рифуги Горес, но там, около самой Рифуги, было очень много, вот там, около Рифуги Горес можно вставать палатками, и там настолько много было палаток, и сама вся Рифуга была заполнена, и вокруг палаток много было. Я вернулась просто обратно и встала, ну, это полчасоходная над Горесом. Такие поля, вот это Карровая поля называется. То есть, это вот химическая эрозия. То есть, вода вот из звездниковых породов проедает такие интересные структуры, размывает со временем. Вот на этих Карровых полях вот свистятся руки, выскакивают, не боятся. Можно их увидеть легко. То есть, вот от этого места до Рифуги Горес, полчаса входа я здесь встала, совершенно настояла, никого не было. Ну, мимо там, где-то вдалеке ходили. Не знаю, как по тропе туристы. То есть, можно здесь совершенно уединиться и чувствовать себя совершенно в дикой природе. Вот срок. Кусочек тропы, хорошая тропа, ничего сложного. Ну, это уже подъем на Монте Пердида. Там от Рифуги Горес, ну, прям эта тропа идет, там, не сбиться. Ну, вернее, сначала. Ну, а, небольшой траверс, там, как бы, небольшой делает изгиб. Но там все понятно, очень много народу идет на эту вершину. Я поднималась, по-моему, в субботу. Ну, там просто полчища паломника было на вершине. И много пожилых людей. И очень такая доброжелательная обстановка. Все друг друга вот так и поддерживают. Когда кто-то очередной на вершину сходит, его, там, на бац, им, прям, встречают. Не знаю, я взошла, в них хлопали там. И когда там потом пенсионерка не везет, тоже прям так хлопали. В общем, очень приятно. Вот эта и сама вершина. Ну, там, наверное, сколько получается? Ну, чем больше километра, наверное. В общем, да, больше километра, в принципе. Ну, ничего сложного нету. В двух местах, по-моему, были тоже такие веревки в скалы в виду. В скалы венчатые провешены. Ну, не сложно. Опять же, вот я зашла в асфальтовых кроссовках. Там были места, ну, на самом последнем участке взлет такой. Курумниковая осень такая. Прям ползла. Ну, по ней идешь, она ползет. Ничего не быстрее ты идешь, тем быстрее залезешь. Меньше. Меньше под ногами ползет. Зато обратно. Прям по ней скачешь и вместе с ними видишь. Сверху вот такие каньоны там потрясающие. Вот это как раз каньон. Здесь маршрут проложил. В начале этого каньона там водопад. Потом вот его увидите. И вот к этому водопаду, ну, просто куча паломников идет. А в итоге единицы из них еще поднимаются выше, чтобы зайти на Борис. Просто не на Борис, там вот все нету на коробке. Ну, вот в той долине вот внизу, ну, потом сколько народу встретили. Это просто какая-то демонстрация какая-то была народу. Я не думала, что у испанцев настолько пацаны. Настолько популярен у них вот такой зубин. Походы такие. Походы выходного дня. Видели. Ну, да. В воскресенье запускались. Просто. Ну, просто толк на роде. Вот это лица-мужчина. Да, там хорошо строить, не думал, палку выходить. Ничего-то я не взяла. Просто палку берут. Вот. Последним звездам там такая ровная поляночка. Ну, красиво. Что сказать? Стоит туда зайти посмотреть. А, на спуске я увидела там под скалой такой отрицательный склон. Ну, отрицательный склон скалы. И под ней такой-то великоход сидит с оружием. Без палатки здесь. Молодец. Подкос. Мой постелился в поле. Положилось. Сверху не будет хапать. Ну, вот меня уже приятный наряд. Мы тут догнали. Мы тут правильно стояли. На такой большой, обширной поляне. И никого вокруг. Хотя вот совсем рядом. Наш вот эту полянку с вершинами, вот теперь где-то видно. Ну, сама вершина, она... Немножко, чтобы эти склоны скрылась, чуть-чуть дальше. Ну, вот мы уже прошли на стол. А мы вот это учили. И вот водопад, который стихает. Ну, самый черный течет сверху, с вершины. Ну, прямо в среднем горе, с партоном. Ну, пролеет мы где-то где-то гора. И после вот такого крутого, крутой ступеньки обрыва, где-то в конце водопад, дальше уже до лени идет ровно достаточно. После водопада. Ну, на водопад, конечно, куча навык приходит. Смотреть. Ну, красивее. Ну, а дальше уже тропа идет по долине. В принципе, здесь тоже очень много интересных мест даже в этой долине. Да, по долине Пак Ордеса. Там есть маршрут кольцевого на 20 километров. Сейчас я покажу вам по карте. В принципе, люди приезжают, чтобы пройти вот этот кольцевой маршрут, подойти к этому водопаду красивому и посмотреть каньон. Тут очень красиво есть эти стенки каньона. Я здесь просто мало фотографировала. А внизу уже вдруг вылез, начинается. Ну, все фактически. Дальше приходишь на стоянку. Стоянку машин мы думали сначала. Но на машинах туда заключено. Заезжать туда приходят рейсовые автобусы. Потому что дорога, которая поднимается к этой стоянке, она идет по очень крутому склону, но очень грамотно. Испанцы сделали. Автобусы идут каждые полчаса. И очень большие автобусы, они все время загружаются. То есть они вверх идут и вниз. А там даже не разъехаться на дороге. То есть они сделали так, чтобы они раз полчаса приходят. То есть если бы туда индивидуально каждый заезжал на машине, они бы эту дорогу быстро забили на пробку иногда. Один автобус входит вверх-вниз. Черноком. Ну, не один, а не несколько. Они очень хорошо, грамотно ходят. То есть приходишь, тут же покупаешь билет на стоянке, и тебя везут вниз очень быстро, до поселка Парзана. Откуда уже можно на рейсовых автобусах ехать дальше, куда тебе нужно. Или, если ты взял машину, на парковке можно оставлять машину как Парзан. Ой, Парзан, что я говорю? Торло. Это законченный маршрут в поселке Торло. Если подробнее про этот маршрут, все карты есть в отчете, в отчете, который выложен на сайте сплава. То есть по всему этому маршруту есть подробные карты, можно их скачать, и, в принципе, этот маршрут легко проходится. и все сложное. Сложно. Вот. Сейчас покажу как. А вот круговой маршрут Ордеса Монсбердида из поселка Торло. Вот до этой стоянки приезжает веселый автобус. И дальше можно пройти 20 км пешеходный маршрут. Он сначала поднимается практически на борт каньона, скажем так. Вниз него очень красивые виды на противоположной стенке каньона. Вот. То есть люди идут смотреть сначала верхние виды, доходят до водопада. Ну, водопад чуть-чуть сюда еще надо подниматься. И возвращаются уже по долине реки. И в долине реки там тоже несколько есть смотровых точек, ну, в ответе от тропы, и там очень красивый водопад. Мы уже бежали не смотрели, а в принципе вот люди, если бы приехали, однодневный такой на 20 км маршрут вполне достойный. Внимание! Пройти его, посмотреть, очень красивый. Что касается снаряжения, если немножко остановиться, да? Ну, вот по этому транспиренитическому маршруту в принципе можно проходить с небольшим рюкзаком, то есть продукт пополнять там раз в три, четыре дня вполне можно. И рюкзак, ну, то есть около десяти килограмм, это вообще легко сделать. Еще меньше, у меня в принципе было около десяти килограмм, хотя я с собой несла еще некоторые необходимые стрижения для рогина, вот, и продукты на весь маршрут я несла. А если уж брать три-четыре дня, то рюкзак можно там до пяти килограмм увеличить. Вот, например, хороший тент. В принципе, я с таким тентом ходила по Ликийской тропе, весит 680 грамм, ставится очень быстро. Единственный, может быть, недостаток, он не очень хорошо дышит, но открываешь входную дверь, там чуть оставляешь и нормально. То есть, тогда это и запротивает слишком сильно. А так, в принципе, сетка есть, если насекомые, то если его закрыть, то насекомые не пролетают. Рюкзак можно обойтись, ну, в принципе, вместить даже, ну, 28 литров, да, если взять такой. 28, в принципе, можно уложить. До 40 литров можно все снаряжение вместить. Особенного там не нужно. На этом маршруте трансферинец. Котелога, вот, например, у меня, знаете, сколько весит? Погадайте, сколько весит маленький? 20? 20 грамм, правильно. С консервным бацом. Ну, вот, удобно сделать из кружки. Ну, в принципе, вот, у меня сами два котелка на таком маршруте. Обычно. Один маленький, там, кашу варишь, а большой. Ну, в принципе, он маленький, когда на горелке, я сначала там чай варю или кофе, там, потом кашу. А в большом котелке, в принципе, и в нем можно кипятить. Это котелок-кружка. Ну, просто кружка с крышкой. А крышка подходит и для кружки, и в котелке нормально. Вот. И комбинируя, все, что можно там сварить. А на ночь просто оставляешь даже воду этого, этого запаса воды там ввозить, чтобы утром можно. Не вылезая из палатки, можно прямо в палатки кипятить. Кофе подойти к постели. То есть удобно делать из кружки петелок. Просто дужку надо приделать. Ну, легко из велосипедной спицы сделать. Она такая достаточно жесткая. Можно из любой ломочки, в принципе. Для фантазии. В принципе, я многих видела в ботинках горных туристов. Но очень много народу идет к стикам в кроссовках. И мне кажется, что ничего больше кроссовок там не нужно. Можно взять кроссовки... Вот у меня были, например, Распартовы, они совсем... Ну, я хожу просто для амортизации. У меня ASICS. NUMUS я использую модель. Потому что там хорошая амортизация. Нельзя эрогены беру. Ну, если это какой-то там не совсем горный маршрут. То есть... Вот в Австралии, ну, бегали, например. Там у меня была... Салкони тоже хорошие кроссовки. В принципе, легкие. И они... Там и амортизация нормальная, и... Главное, подошвь Вибрам. То есть вот для перенеек, мне кажется, кроссовки с такой более обрисимой подошвы, типа, выбрал. Самое, что у меня есть, в хорошем уровне. То есть ботинки все равно... Ну, если у вас какие-то вопросы... Кроме коров и сусликов, какие еще животные встречаются? К тому, что безопасные вообще, в самом себе, правильные средства самообороны? Да, это тропа безопасная. Вот на Апалачской тропе, кстати, был случай от медведя. Там человек погиб. Я сейчас просто вспомнила. Нет, здесь ничего такого, его помощи не встречали. Ну, вот стадообец, коров... Николай, какой... Какие змеи там вообще были? Очень страшно. Купались? Конечно. Ну, вода там, конечно, не теплая. Но... Как будто... А, вот там как раз под Борисом, там у нас были личные ванны. Там ручеек такой небольшой, кстати, маленький, но он промыл несколько таких красивых ванн. Какой-то был... Но в тот момент, когда мы там были, он уже был, похоже, не совсем проточный, потому что... Ну, с него уже ничего не вытекало. Мало там воды было. Но там вода нагрелась. И... Прямо на этих ванну попались. Ну, в смысле, не смыло так вот. И смыло. Зачем? Природу портит. Ну, да, конечно, попались. По пути речка упереходила, грубо, по колене. А, да, и до этого там речки были, да? Да, есть там рекупация, но остальные очень теплые. Так вот, вода есть. А температура какая возникла? Ну, у нас днем было, ну, до 25-ти, наверное, точно было. Я помню, я в один раз, в один день меня удар схватил, прям вот, что-то я так вот вся покраснела. А, у меня кепки не было. Забыла кепку, я приделал себе этот... Седушку вместо... Этого. Безто козырька очень удобно, потому что идешь, солнце, конечно, незаметно так вот. Вроде не очень... Вот идешь, вроде не очень жарко. Ну, потому что ветерок все-таки как-то в горах, но солнце очень злое, конечно. То есть я обгорела. Но вот такой изнуряющей жары не было. Все-таки... Ну, наверное, 25 максимум, а так, ну, 20. Ночью тепло. Хотя в один день, по-моему, все-таки... А, как раз вот, в окрестностях Борисов, да, там было прохладно. Там утром было июнь. То есть было около нуля. Все-таки замроз был небольшой. Большой замроз был. Ну, это вот на открытых. На открытых уже в местах больше 600 леса. А в лесу вода начала, там вообще, типа, не подсоснула. Немножко, плюс 10, наверное, 8-10, да, ничего. А вода питьевая, да? Или там надо с тобой везти? Да нет, там... Есть доестные? Да, потому что вот есть участки, небольшие, маршруты. Вот идешь, а я такой человек, ну, как без влаги, я думаю, ну... Ну, а вот здесь сейчас были очень. Ну, и дальше... И бутылочку даже не брала. Ну, надо с собой хоть небольшую бутылочку. Я даже 330 миллилитров с собой не брала. И у меня был момент, что я иду, и нет воды. То есть вот все время, как бы, со склонами очень тихо, периодически встречаюсь. В России нет воды. И ее не было там километров 7. Я уже думаю, ну, все. Когда мне уже стало совсем плохо, там, смотрю, такой водопад стыкает. Я прямо под этот водопад встала. И охладилась. Нет, в принципе, везде есть. При подъеме только... Да, вот этот склон получается, он с позициями. Ну, да, южные с позиции. Там быстрее сходят. Ну, снежники тают. То есть при подъеме на перевал Анискла, В принципе, там... Ну, на карте было много ручьев обозначено, но они были все пересохшие, кроме одного. Вот я у него ночевала. И даже набрала воды, что на восхождении будут. А при подъеме все равно. Ручьи были, так что можно было не брать. Практически везде встречается вода. Ну... Ну, правда, да, были дожди у нас. Не знаю. А мобильная связь как на маршруте? Почему? Ну, я не беру с собой мобильную. Поэтому не знаю. Я связь держала записки. Я оставила записки на маршруте одну. Они ее взяли, пошли. Помню. Я не помню. Была там связь. Наверное, где-то была точно. Конечно, была. В Галинах точно была. Вот в этих домиках, да, наверное, тоже связь есть? Да наверняка, конечно. Конечно. Я просто не стреляю. Ну, конечно. Регистрация не требуется, да, чтобы дойти в национальный парк, еще что-то? Нет. То есть все бесплатно, да? Таких путевок ничего нет. Ничего не надо. Ну, не знаю. Обещала еще немножко рассказать про Рогини, но не знаю, вам интересно рассказать про соревнования, что такое Рогини, знаете? Такой вид спорта Рогини, знаете? Рассказать? Короче говоря, это соревнования по спортивному ориентированию на определенное количество времени. Ну, бывают там 8-часовые Рогини, 4-часовые Рогини, 12-часовые Рогини. Дается карта перед стартом, достаточно большого куска местности. Такая карта у нас была, например, чемпионат Европы. А чемпионаты Европы, мира, России, они проходят в формате 24 часа. Ну, суточный формат. Вот. То есть, карта достаточно большого района. И наивно, у которых пунктов, которые имеют каждый свою, ну, свадьба, свою ценность. Ценность, да, от единиц там до 10. А тут даже были 11. Я первый раз в жизни такое встретила. Даже были 11-бальные пункты. То есть, очень высокоочковые. Вот. И так как это продается за, ну, где-то 2-2,5-3 часа до старта, то команда имеет возможность... Это командные соревнования. То есть, на формат 24 часа там единочку не отпускают. Потому что, ну, опасно, надо что-то случиться. То есть, минимум двойки. Ну, двойки-тройки обычно. И команда по своим силам должна составить такой маршрут, который бы, ну, объединялся с большего количества сухачковых пунктов. И был адекватен силам команды, чтобы ты успел вернуться за 24 часа в исходную точку, потому что карта и финиш в одном месте проходят. Вот. И каждая команда составляет свой уникальный путь. Ну, где-то, конечно, там пересекаются участки маршрута наверняка, потому что, ну, бывают оптимальные русские проходы, которые, как правило, то есть, ну, бывают похожи на разные команды. Вот. Ну, как правило, редко. У Вальшивка целиком весь маршрут повторялся. То есть, команды со стартой бегут все в разные стороны. И, конечно, интересно, потом проходят по-разному диспансеру. Вот. И вот этот маршрут, который у нас был, вот, он проходил тоже в таком карстовом, ну, не совсем в таком, как в этих спиренеях, что мы сейчас смотрели. Он проходил в более низкогорные местности, конечно, был в основном. Ну, видно по карте. Зелтые – это открытые места, то есть это травянистые луга, грубо говоря. А зеленое и белое – это лес. Тут даже градации были. Лес обычно один. Лес просто на карте белого. А в более подробных арентировках, там еще бывают градации. То есть, чем теменее, тем гуще. Ну, труднее проходить, трудно пробегать. Вот. И очень интересный был рельеф, потому что это была карстовая зона. Было очень много воронок, причем там десять метров больше таких провалов со скальными стенками. Вот. И были такие участки рельефа, типа каровых полей, вот что вы видели. Сусеники были. Но такие, как я говорю, поля, что вот эти отдельные такие, отдельно стоящие перья вот этих известковых пород, они как ножи такие вот, из земли стоят на протяжении очень большого, на большом пространстве. То есть, ужасно изрезанный рельеф. Это не каменистая роса. Я вот первый раз такой рельеф встретила. То есть, очень трудно ходить. Вроде как, ну, они жесткие, по ним идти можно. Но ты вот с одного камня на другой, как с пики на пику, с острого ножа на острые ножки перепрыгиваешь. Если ты оступишься, то все там, просто ногу сломаешь. То есть, надо очень аккуратно идти. Вот очень медленно такие участки проходили себе. И тут была даже градация. То есть, в карте они отметили эти участки. Сейчас вам все сейчас покажу. Они вот эти вот поля, вот этих вот игл каменных отмечали точками. Причем, если они сложно проходили, это были красные точки. И вот, когда попадали в такие красные точки, то скорость передвижения там, ну, ужасно падала. То есть, настолько падают, что они просто почти вставали. Ну, вот, например, карта. Кузов карты. Вот мелкие-мелкие точки. Это как раз серые точки. Это вот поля вот этих каменных игл. А круглые, ну, при грее, в коричке, да, круглые вот это все, в карстовые ямки, воронки. Их очень много. Вот в таких вот воронках тоже стали контрольные пункты. Вообще, на роднении обычно контрольные пункты не прячут и ставят тогда достаточно открыты. А вот на этом роднении они прятали пункты не то, что в ямах, иногда даже в пещерах. То есть, там два или три пункта в пещере. То есть, ты спускаешься в яму. Вроде ты проявил пункт, а где пункт? И только потом на тебя доходишь, ну, туда-то мелко по земле идет. Ну, вот такой, достаточно светлый там где-то, правда. То есть, не совсем темный, но все равно. То есть, надо залезть еще там под землю, и только там можно найти капе. Ну, вот это, как бы, самые простенькие такие камушки. Я бы почему-то не нашла. Ну, к сожалению, конечно, на дистанции не фотографируешь, но пейзажи там, конечно, были очень интересные. Вот, и, короче говоря, мы запланировали прямой пройти 72 километра. В результате у нас получил прямой 46 километров. Причем такие ошибки, ну, вот, неправильность выбора дистанции это были не только у нас. Многие команды, ну, переоценили силы свои, потому что никто не думал, что можно так мало пройти, что это, ну, вот этот рельеф, который там был, конечно, он смешал к карте всем команды. Вот, и, что интересно, мы выбрали тактику, ночью ходить по вот этим карстовым ямам, по лесной зоне, не ночью, а днем, когда, ну, лучше лизно, а ночью ходить уже, ну, по открытым вот этим остепненным участкам. Да, они там тоже на склонах, это все в горах, ну, по крайней мере, видно далеко даже в темноте, можно какие-то очертания гор там видеть. а ночью выше упал туман, причем видимость была, там, ну, местами 7 метров, 5. То есть свет фонаря вот все вот это вот, не рассеивая вот все эти вот плавающие пузырьки тумана, ужасно трудно было. Потому что и карта, она, в общем-то, хоть и подробная была, в одном сантиметре 250 метров, но перепады в горизонтали, расстояние ниже горизонтали 10 метров, а 10 метров это очень много, в общем-то. То есть, если ты там видишь скалу 7 метров на местности, значит, что ты ее в карте и не увидишь. То есть, и вот в этом тумане там ходит по азиму. А как иначе было идти, когда, ну, если там нет троп или каких-то там определенных, ну, то есть каких-то вининых ориентиров, то есть это было, конечно, очень сюрреалистично ходить. Многие там терялись. Я помню, когда где-то везло, где-то не везло, мы шли по азиму так, ну, надо, причем нам пришлось уже по ходу дистанции менять план, потому что мы понимали, что уже все не успеваем, а когда начинаешь менять план по ходу гонки, то, как правило, менее оптимально, то есть ты не просчитывал эти варианты. Вообще будем начинать с плашного тепла. Вот и мы шли. И уже, ну, это просто фантастически, фантастически нам повезло, я не понимаю, как вот. То есть мы идем, а потом надо пройти по азиму, там, два километра, будем говорить. Может быть, футара. От одного капэ до другого, но вот ты идешь в полном тумане, и только вот какие-то кусочки рельефа, вот у тебя тут склон, то так, то так, то какой-то провал, который нет в карте. И мы вот как-то импультивно, мы поняли, что мы пришли сюда в точку капэ, но мы там шли, мы не то что ругались, а, значит, надо там правее не говорить, левее, и вот в результате мы пришли в консенсу, прям пришли вот практически в точку капэ, приходим, там сидит команда, какая-то прибалтийская, не там, а где-то вот она ходит, мы уже увидели фонарики, думаем, все, это капэ, подходим к ним, а тут где капэ? Они говорят, мы тут уже час в поле, уже не знаю, что там. Ну, мы говорим, елки-палки, а мы думали здесь, мы тоже думали, о, у моего напарника, говорит он, возникла идея, значит, ну, пошли проверять идею, мы пошли проверять идею, тут же пришли к капэ, то есть, они там час ходили, а мы сразу взяли, но зато в другом месте нам там не повезло, и мы вылезли на гребень, как мне казалось, когда вышел, когда туман спустился, и уже скоро был рассвет, должно было все быть просто, а там ориентировщики спрятали контрольный пункт, то есть контрольный пункт на вершине, ну, вот что может быть проще, вылезаешь на вершину, я вылезаю на вершину, чуть быстрее него, потому что там был такой гребень, как бы, на нем было несколько вершинок, но это была первая, вот по карте судьи, первая вершина, то есть мы вышли на перевал, я смотрю с левой вершины, с правой вершины, я понимаю, даже капе слева должно быть, вылезаю на эту вершину, ну, на всякий случай, а вдруг все-таки справа, ну, почему я так подумал, не знаю, ну, подумал я правильно, что она слева, вылезаю на вершину, на вершине стоит даже тур того, что это вершина, я обхожу этот пункт со всех сторон, но капе нету, ну, елки-палки, странно, ну, значит, на следующем, я бью в перевал опять, тут Нина подходит, я говорю, Нина, там нету, бежим дальше, лезем на следующем, там нету, а там дальше еще одна, на следующем, опять нету, я говорю, Нина, ну как же, пошли обратно, она должна быть там, я говорю, Нина, ну как, я там была, только что, там нету, а может, пятьсот метров по этому репетрую, а это, в общем, мы там ругаемся, я говорю, не может быть, я там была, что ты не веришь, она говорит, да я верю, ты посмотри на карты, я смотрю, а это все происходит, там, она мне кричит, там далеке у меня задняя, вперед, она там сзади, я смотрю, да, она мне говорит, Марина, посмотри, это не высшая точка, тут до меня доходит, да, это ж не высшая точка, я понимаю, что я была в точке КП, но почему КП не было, мы возвращаемся, я говорю, Нина, смотри, но его же нету, мы обходим вершину, КП нету, мы делаем в сторону десять шагов, там еще какая-то кучка камней, в этой кучке камней стоит низко пункт, ну это же надо такой, как они ставили пункт, мы потом, конечно, обсуждали это на финише с другими командами, то есть пункты были поставлены, они просто их прятали, ну я не понимаю, как это, а в другом месте тоже, в темноте идем, туман, надо найти ямы, ну вот там несколько ям, здесь он такой небольшой кребетик, все это на склоне, ну то есть такие примерные ориентиры, выходят, вот вроде ямы, но тут стадо овец, а в них светишь, а они светятся, у них все глаза к разным светятся, а там отражатели, причем на них как стоят, на них предистоят, тоже светятся, и вот думаем, елки-палки, они идут по этой яме овцы, вдруг они затоптали эту КП, мы там их разгоняем, нет, и КП нету, дальше идем, вторая яма, нету, уже вышли на вершинку, поняли, мы не там, возвращаемся, опять в эту яму, а вес уже нет, и КП нету, ну не может такого быть там, яма, да, ну смотрим описание, легенда, центр, ну вернее, центра не было, просто яма, а если просто яма, то должна быть в центре стоять, но они, видно, админизаторы специально не поставили в центре, чтобы овцы не затоптали, но мы-то нету КП, что делать, мы уже по кругу ходим в тумане, там начинается, ну север с югом уже путается, мы не понимаем, что делать, и все, уходим отсюда, мы просто идем на ближайший склон этой ямой, и утыкаемся в контрольный пункт, который на этом склоне, ну это какая-то фантастика, и его главное, он не подсвечивал фонарем, странно, такие моменты происходили, конечно, 9 лет, а с одной вершины мы спускались, в общем, это тоже был 350 метров спуска, и на спуске контрольный пункт, который под единичной скалой, то есть надо на спуске 350 метров, где практически никаких ориентиров, в тумане, значит, найти этот пункт под этой единичной скалой, и там еще нас подгоняли, но мы сначала не поняли, то есть на вершине мы встретили команду наших соперниц, ну, женская команда оказалась, вот, сначала не поняла, что они, а еще очень интересно, когда спускаешься, ну, по горизонталям не видно, то есть по горизонталям кажется, что ничего сложного нет на спуске, что, ну, спуск может быть крутой, но не настолько крутой, что там какие-то обрывы, а на самом деле ты выходишь, перед тобой обрывы, но они, конечно, не совсем ответственные, то есть, ну, как бы, они ступенчатые, и тебе приходится выбирать траверсы, такие пути отхода, но напрямую там не спуститься, и вот по такому склону, где напрямую не спуститься, то есть ты азимут не выдержишь, просто потому что все время надо маневрировать, и высоту оцениваешь, ну, так примерно, и внизу там ходят коровы, там лошадь ходили, они ржали, вот по тому, насколько приближается это ржание, ты понимаешь, где они с долины, они ходят там внизу по долине ходят, ну, так примерно там ручей течет, и, в общем, на этом спуске вот эта команда шла за нами, это оказалась команда эстонская, девчонка, они потом как раз выиграли, они стали первыми, вот, и они почему-то там шли за мной, я еще удивляюсь, ну, как же так, я вообще не понимаю, где тут, куда идти, а они идут за мной, вот, а Нина, ну, она чуть медленнее там, как бы, я оглядываюсь, и говорю, Нина, ну, за мной соперница идет, я ее, естественно, вообще не вижу, короче, Нина, она там глядывает и тоже уже ретранслирует Нина, вот, ну, что делать, мне там какие-то приходят на ум, вроде здесь покруче склон, туда залезаю, а они за мной идут, то есть я правил, траверсирую уже склон, а теперь надо спускаться, но мы, ну, не наша команда, не их не понимают, где мы точно находимся, вот, ну, не находим КП, а потом уже с Ниной пошли вниз, круто, они, вроде, перестали за нами идти, я нашла ручей, вытекающий из трубы, а, в общем-то, все питьевые пункты на карте были подмечены, смотрю, но не совпадают с картой, но я стала девчону называть, у нас идите, типа, здесь вода, а горок, причем, я еще тогда не поняла, что они эстонцы, по-испанским причем, они им говорят, не разговаривай с ними, они не хотят сотрудничать, ну, их, значит, а я хотела просто сказать, что здесь вода, вот, после этого, ну, мы примерно определились, где мы, но, то есть, что это не тот источник, который на карте обозначен, но мы поняли, что нам уже, ну, я так подумала, что все, мы теперь уже не найдем этот пункт, потому что никаких точных ориентиров нет, и начинаем спускаться дальше, и Нина, ну, просто мы спускаемся не прямо, а отравимся, потому что круто, Нина случайно, вот, словно раз, осветила, я смотрю, скала обмелькнула в просвете вот этого тумана, я понимаю, что это только наша скала может быть, и мы туда пошли и нашли это капе. Девчонки, через 40 минут, после нас, я, по-моему, посмотрела, и пошли, наверное, ну, вот здесь нам повезло, а там, вот, на вершине не повезло. Вот. В результате, все-таки нам удалось выбрать на тирана, а, вот это такие, на полигоне там были вот такие места, то есть там шелые такие камни, и вот такие очень большие, красивые деревья, удивительные. Скалы, половоронок, карстовых, и прямо вот, на земле, на контрольных метрах. Ну вот, нам удалось занять первое место, среди ветеранов, и второе место, среди всех женщин, и вот, на первом месте, вот, это, Мариан Слук, с напарницей нашей соперницы. Как вам показалось, они уже не первый раз пытались у нас выиграть, но вот тут выиграли. Истонки. Молодцы. Ну, вкратце все. Прородение. Время. Здесь на вопросе есть? Много эмоций получаем. Еще. Мы всегда получаем очень много эмоций. Каждое, такое, двадцати-четырех спектаклей, часовое соревнование, это как полноценный поход по эмоциям. Человек загадочный описал. А он без значок, правильно? 24 часа? Без остановок? Нет. Если ты хочешь, пожалуйста, ты можешь спать, можешь надеяться. Само собой, но... Само собой, на результат, это уже я. Поэтому мы даже идем на ходу. Стараемся, как бы, не тратить время наше. Естественно, не спим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok